А сейчас репортаж наших коллег из Калязина. Накануне в этом городе состоялся смотр-конкурс «Салют Победы», в котором приняли участие более 200 человек. О его итогах мы расскажем прямо сейчас. Награждение победителей смотр-конкурса «Салют Победы» состоялось в районном Доме культуры. По этому случаю в фойе организаторы подготовили выставку фотографий и поделок военной тематики. Работы отличались разнообразием использованных материалов и техник. Это же макарон! Девочки, вы заметили, что это не где? Этой встрече участники конкурса ждали два года. В 2020-м, в разгар пандемии коронавируса, жители Калязина свои творческие номера записывали на камеры телефонов и отправляли видео на суть жюри в местный ДК. Пожелали показать свое творчество более 200 человек. Они представили работы выступления в нескольких номинациях. Четыре я года протопал, а знал, что такое война. Не раз был я ранен, однако в строю оставался всегда. На основной сцене ДК конкурсно-концертную программу составили выступления ансамблей и вокальных групп. Были представлены танцевальные и литературно-музыкальные композиции. Песни, проза, стихотворения о войне, фильмы, фотографии, хроника. Все это активно использовали участники всех возрастов, от воспитанников детских садов до детей войны и ветеранов. Членам жюри было не просто оценивать каждое из выступлений, выбирать лучшее. Каждый номер был достоин того, чтобы считаться лучшим вкладом в общее дело сохранения памяти. Но все же по отдельным критериям исполнительского мастерства и режиссерских находок были названы победители и призеры в отдельных специальных номинациях. Многие из них получат право выступать в праздничных концертах в День Победы 9 мая на открытых площадках Парка Победы и в сельских поселениях.